Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 вариатор, полный привод. А, 1.8 вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 160 тысяч километров. Заменю сегодня на нем задние тормозные колодки. Для этого поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. А дальше уже будет видно, как подобраться к суппортам и открутить их. Поднимаю. Поднял автомобиль, снял задние колеса, откручиваю оба болта направляющая, головка, ключ на 14. Здесь направляющая отдельно. Снимаем цилиндр. Снимаем колодки. Колодки еще живые, но... Хозяин сказал заменить. Чуть-чуть здесь осталось уже и заскребло бы песку, но... Где-то миллиметр... Миллиметр-полтора. Отведу цилиндр. Здесь у нас вкручивающий цилиндр. Снимаем направляющий. Они двигаются со смазкой, но почищу и смажу. Комментируем. Продолжение следует... Режисс. Миллиметр-полтора. Чуть-чуть, чемпионатом. Чуть-чуть, чемпионатом. Комментируем. Аминь. Добавляем. Аминь. 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 Снимаю скобы. Чищу сами скобы, щеткой по металлу и вычищаем вот эти места здесь, все что под скобами набралось, все это убираем, снизу и сверху также. И с внутренней стороны. Когда с внутренней стороны это делать надо откратно, чтобы не повредить пульники. Промываю очистителем карбюратора, очистителем тормозных систем. Также промываю маленько пыльник цилиндра и промываю внутри, где ходят направляющие. КОНЕЦ 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 superv 이 об 느낌이ospvity. $ 158ile под пыльник отодвигаю пыльник от поршня и проталкиваю шприц со смазкой фейбит немного выдавливаю смазки и по кругу ее разгоняю чуть-чуть беру такую струбцину для утапливания задних суппортов надеваем штифты вот на эти проточки и вкручиваем поршень держим ключом листочек кладем сливочек крометки а шпифич Он одновременно и вдавливает, покручивая мы его вдавливаем. Теперь мы его ставим ровно. Вот так он ставится. Почему он так ставится? У нас пазы на колодках бывают, они встают в эти пазы проточки на поршни. Теперь вычищаем внутри направляющие. И так же верхние. Вот так. Вот так. Устанавливаем на место скобы. Скобы я почистил. Берем новые колодки. Новые колодки фирмы Саншинг. СП1731. Вот такие вот колодки. Радиаторы на них есть. Также есть пескун на внутренней колодке. Все таки предпочтение я ставил родным радиатором и противоскрипным этим пластинам. Мажу торцы. Мажу торцы. Торцы я мажу Bosch. Номер его 5 миллионов или 5-6 нолей 150. Мажу торцы. Завожу на место колодку. Так же мажу торцы второй колодки. И тоже завожу на место. Голодки вошли легко. По отношению на второй колодке покажу. Вот штифт. Этот штифт как раз и встает вот в эту проточку. Смазываю немножко внутри направляющей. Беру отвертку. И отвертку вовнутрь наношу от стока смазки. Горошиной или две. Много не надо. Иначе будут упираться направляющие. Далее. Далее. Я уже сомневаюсь. И верхняя тоже. тонким слоем смазал направляющие завожу ее на место направляющие ходит мягенько также заводим верхнюю тоже смазываю тонким слоем и заводим ее на место направляющие ходит мягко а вот теперь можем ставить цилиндр поправляем проточки закручиваем болты все задние колодки я заменил точно так же я меняю со второй стороны после этого нажимаем на педаль тормоза два-три раза и на этом замена тормозных колодок закончена всего вам доброго